Приветствую вас. Ну, глобально, конечно, что делать, понятно, работать с ревностью, потому что ревность, она у вас есть и будет, самое главное, и будет, вне зависимости от того, будете ли вы вместе с человеком или нет, вот. Будете ли вы с ним вместе, например, в отпуске или не будете с ним в отпуске, ревность у вас все равно будет так или иначе, вот. Никуда ревность не уйдет, потому что ревность связана, как раз таки, с неуверенностью в себе, с отсутствием реализованности и вообще с тем, что вот у вас родители, я так понял, такие вот достаточно, достаточно строгие, достаточно строгие у вас родители, вот. И мне кажется, мне кажется, что проблема, основная проблема, она, наверное, в этом. В том, что вы не самостоятельны. То есть вы мечетесь сейчас между своими родителями и молодым человеком. Ну вот, как можно было бы поступить в этом ситуации? Предположим, что молодой человек просто не внушает доверия вам, да? Ну вы мало времени провели вместе или он просто такой вот любитель женщин, да? Вот. А вы, значит, понимаете, что отпускать молодого человека не очень здорово куда-то. Вот. Вы решаете ехать в отпуск с ним. И вы, собственно, прямо своим родителям говорите о том, что я с вами в отпуск не поеду, я поеду в отпуск с своим мужчиной, да? Вот. Ну как бы мне уже 19, я уже совершенно летний, вот. Как бы, значит, могу и хочу, да? Вот. Ну вы этого не делаете. Вы вместо этого едете с родителями в отпуск. А вот. То есть вы выбираете, ну, быть не с любимым человеком. Вы выбираете быть не со своим мужчиной. Вот. Вот. Вы не отстаиваете свой интерес. Вы не отстаиваете свой интерес. Вот. Вы их не защищаете. Соответственно, делаете так, как вот хотят ваши родители. Вот. Так, как им. Ну. Ну и, в общем-то, в итоге, в итоге, ну, в итоге ничего хорошего из этого не получается. Потому что вы поступаете, с одной стороны, эгоистично, с одной стороны, а с другой стороны, вы поступаете безответственно. Потому что молодому человеку тоже хочется провести время. Как-то. А он тоже хочет, там, к примеру. Но отдохнуть, например. Понимаете? Какая штука. То есть вы не готовы обеспечивать свою ревность. Вы не готовы что-то делать. Для того, чтобы она не мешала вам. С одной стороны. И с другой стороны, вы не готовы действовать так, чтобы быть с мышиной. С мышиной. Со своими. Вот. Ну и вот тут вот и хочется сказать вам, что это и есть позиция жертвы. К сожалению. Это и есть жертвенная позиция у вас. Которая не позволяет вам быть свободной. И благодаря которой вы являетесь, с одной стороны, зависимой от своих родителей. И с другой стороны, вы ревнуете к молодому человеку. Вот. И я бы сказал, что вы ревнуете не безотновательно. В том смысле, что... Если вы в большей степени, например, являетесь дочерью, а не женщиной. Вот. То, ну, в таком случае, мужчина действительно будет интересоваться кем-то другим, кроме вас. К сожалению, это абсолютно нормально. В данном случае. Вот. Поэтому смотреть нужно здесь именно на основания для ревности, которые, как я уже сказал, происсякают из неуверенности в себе, из заниженной самооценки, страха, одиночества и отсутствия реализованности. И выходить из позиции жертв, в которой вы сейчас находитесь. То есть, грубо говоря, брать ответственность за свои решения. Отстаивать их свои решения. Защищать их свои решения. И, соответственно, все это могло бы вам помочь, безусловно, стать, ну, такой вот, более уверенной в себе. И, собственно, перестать молодого человека ревновать. Вот. Скажу еще одну, наверное, такую достаточно банальную, на мой взгляд, вещь, но, как бы, тем не менее, да. Вы правда считаете, что молодой человек не изменит вам, если он этого не хочет? Вы правда считаете, что молодой человек вам не изменит, если у него будет на то желание, но при этом вы будете вместе с ним? Вы правда настолько наивны, что считаете, что молодой человек вам в этом случае не изменит? Ну, я очень надеюсь, что нет. Я очень надеюсь, что нет. Вот. В целом, в целом, в целом, я могу вам дать вот такой ответ, именно вот в целом, да, я могу вам дать такой ответ. Но, я понимаю, что, вероятно, этого мало, да, для того, чтобы решить некую, ну, вот, решить все ваши проблемы, допустим. И, на мой взгляд, конечно, нужна какая-то психотерапия, да, нужна какая-то бессфера, нужна какая-то работа, индивидуальная психолога, вот, чтобы вы, ну, научились, наконец, наконец, защищать свои интересы, вот, чтобы вы научились, наконец, обстаивать свои взгляды, обстаивать, ну, свою позицию, да, вот, именно вот, то, что касается лично вас, чтобы вы учились делать то, что вам именно хочется, не то, что хотят другие от вас, да, в том числе, в том числе и молодой человек, вот, а именно все-таки, именно все-таки вот то, что вы хотите сами. И вот, когда-то, тогда, вы станете счастливы, вот, ни в коем случае не после того, как поедете, в тот же отпуск с молодым человеком, и не после того, как скажете, например, своим родителям нет, либо убедитесь в том, что молодой человек вам, ну, ничего плохого сделать не может, вот. Только после того, как вы сможете обрести себя, только после этого, я думаю, у вас появится шанс. До тех пор, вы будете метаться из одного лагеря в другой лагерь, вот. Вот, пока эта ситуация не изменится как-то вот сама собой. Ну, основной собой она не изменится по причине, по причинам того, что люди не меняются, да, и что люди не меняются сами по себе, люди меняются в зависимости от того, что делают другие люди. Если вы хотите, чтобы вокруг вас что-то изменилось, да, то нужно, соответственно, что-то делать самостоятельно. Вот. Поэтому, я думаю, что такая, примерно, история, и так, примерно, вам можно ответить на вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Субтитры сделал DimaTorzok